Всем привет! Сегодняшнее видео у нас будет о шести бесплатных музеях в Афинах. Возможно, вы даже никогда не слышали об этих музеях, может быть, слышали об одном или двух, но обо всех шести музеях вы точно ничего не знаете. Итак, я думаю, это видео будет интересно, познавательным, и давайте начнем. Музей номер один находится в Марине Флизву. Это единственный в Греции плавучий музей, корабль музея плавучий. А как же Аверов, спросите ли? Вы, но Аверов на самом деле уже давно прикован ко дну, и это не является плавучим музеем. А вот корабль Нероида в Марине Флизву очень даже выходит иногда в аргосарайнические воды, не бывает в Навплео, Леонидео, и даже была замечена в Марине Зея. Это бесплатный корабль-музей. Он обычно открыт во второй половине дня, где-то шести часов. Шесть часов, в общем, открыто. Все подробности, детали, часы, телефоны, локации я оставлю в описании к этому видео. Чтобы туда попасть, вам предоставляют перчатки, бахилы и заносят вас в список гостей. И что же, фамилию, имя. И, к сожалению, фотографировать музей нельзя. Вот так вот. Запрещено. Там везде висят камеры, за вами смотрят. Что представляет собой этот музей? Это, можно сказать, такой мемориал владельца этого корабля Яниса Латисиса. Собственно, спонсируется этот музей из его фонда Яниса Латисиса. По нему можно снять отдельное видео. Очень интересная личность. Неплохо так загрязнила часть Атаки. Но это... Не будем об этом видео. Итак, корабль после 2013 года был списан. Вообще, он был построен в 1939 году. Такой ретро-корабль. Он возил людей, был пассажирским кораблем. В 2014 году он был реконструирован и открыт для посещения в качестве музея. Вот такое вот интересное место. Я это очень рекомендую, особенно если вы находитесь в Марине Флизбу. Итак, приступаем к музее номер два. Но об этом музее вы, наверное, слышали. Этот музей находится на станции Пирей. Портовая станция. Поэтому, если у вас есть какое-то время в первой половине дня, потому что он до двух часов открыт, вы ждете свой корабль, вы можете посетить этот музей. Или, например, вы, наоборот, с порта Пирей берете электрику. Это зеленый ветвь метро. И у вас есть время, тоже рекомендую посетить. Это музей электрической железной дороги. Ну, как известно, открыта железная дорога с Пирея в Кефисью была больше ста лет назад. Соответственно, в этом музее много всего интересного. Как этот музей вообще возник? Задумка пришла к работнику железной дороги, Манолису Фотополосу в 90-м году. А в 95-м году он вышел на Пирею и со шляпой и киркой отправился добывать, отрывать, разгребать экспонаты для этого своего музея. Как мне сказал хранитель музея, который ходил за мной по плитам, чтобы я нигде не фотографировал, нельзя фотографировать, поэтому, да. Этот, значит, эти часы были откоплены на амони, в мусорке. Этот вагон там представлен целый железный, ой, деревянный, настоящий деревянный ретро-вагон. 50-х, по-моему, годов, но я могу ошибаться. Который можно зайти, посидеть. Тоже там где-то он его нашел. Три этажа. Музей небольшой, совсем маленький, крошечный, но в нем три этажа, и вот каждый квадратный метр он просто напичкан всякими интересными макетами, интересными всякими предметами, которые имеют отношение к железной дороге. Старой железной дороге. В общем, это очень любопытное, интересное место. Единственное, что если у вас много человек, то, наверное, лучше бронировать, заказывать заранее. Да, он бесплатный, но все равно, чтобы точно знать, что там не будет какой-нибудь группы студентов, школьников, потому что там бывает иногда экскурсия проводится. Вот такой замечательный музей. В 2005 году он был открыт. Тогда было всего там 105 экспонатов, а сейчас более 2000 экспонатов. И в 2013 году он даже расширился. И мы переходим к третьему музею. Третий музей — это очень такой серьезный натель музея, не для слабонервных. Называется Кураи-4, по адресу Кураи-4, Плате Кураи, метро, по-моему, по Напистыме, то есть самый-самый центр города. Да-да-да, бесплатный музей. Это музей находится в подвальном помещении очень старого дома, то есть дому около 100 лет. И этот подвал являлся тюрьмой во время Второй мировой войны. То есть там были и греки, и иностранцы, и в общем все те, кто... все бойцы сопротивления, скажем так. И тут там... Вообще немножко сложно найти. Тут нужно знать, какой именно вход. Это подвал, то есть там висит небольшая табличка, такая не очень больших размеров. Огромная такая железная дверь, знаете, с таким как в подводных этих лодках, чтобы закрывать. В общем, очень-очень так серьезно все там. Его в 90-м году этот подвал очистили. Сохранили вот практически в таком виде, вот как он был в 44-м году. Очень много там настенного искусства. Это вот именно то, что заключенные... Там, кстати, очень много людей умерло, и детей тоже в том числе. Очень много картинок, надписей. В основном это надписи уже ближе к 44-му году. Потому что немцы закрашивали. Они все время обновляли, они боялись, что одни пленные передадут какую-то инцентную информацию другим, и они старались все закрашивать. Поэтому или это уже более поздние рисунки и надписи, или это те, которые были каким-то образом уцелели под краской, то есть краска ушла. Этот такой арт остался. Там много всего очень странного, интересного. Снимать, фотографировать там можно. И я рекомендую вам посетить, скорее без детей. Потому что ребенок ничего не поймет, и это не нужно. Вот с подросткового возраста, возможно, да. И мы переходим к четвертому музею, куда уже я рекомендую прийти с детьми. Потому что это музей естественной истории, музей натуральной истории. Он находится в замечательном афинском районе Маруси. И у этого музея замечательный сайт. На этом сайте есть какие-то digital, какие-то игры, пазлы для детей. На этом сайте указано, какой бесплатный автобус со станции Маруси вам взять, чтобы доехать в этот бесплатный музей. Там есть 3D, можно отправить в виртуальное путешествие по этому музею, экскурсию. Так что музей потрясающий, фантастический. Музей и веб-сайт рекомендую. И сам район Маруси, в нем приятно прогуляться по нему. В музее два этажа. Не могу сказать, что он очень маленький, небольшой, но очень такой уютный. И там свободного прямо сантиметра нет. Все занято интересными. Ну, в основном это чучело животных различных. Даже белый медведь есть. И много разных птиц. И, в общем, очень рекомендую к посещению этот музей. Очень-очень понравилось. И рядом детская площадка, и парковку найти легко. И часы работы у него человеческие нормальные. Потому что, например, в музее Курай тоже с девяти до двух по воскресенью, понедельник не работает. И мы переходим к пятому музею. Это музей, археологический музей Ахарне. Откуда возник, как возник этот музей вообще? Он возник благодаря тому, что... Благодаря, собственно, платной дороге Атыки. Там вот национальная дорога, где пересекается с дорогой Атыки в районе Ахарне, были произведены масштабные работы. Достаточно глубокой... На глубине были найдены интересные артефакты, археологические находки. Вот все они находятся в этом музее. От мезолита, неолита, до раннего византийского времени. Очень интересные. Там даже кеклацкое искусство. Ну, очень такие уникальные. В основном небольшие предметы, но, тем не менее, очень уникальные. Вот такой вот музей был создан, бесплатный. И, к слову сказать, находится он совсем недалеко от Мекенской гробницы в Афинах, то есть в районе Ахарне. Замечательная есть гробница Мекенская в прекрасном состоянии. Мало кто не знает, но я об этом сделаю отдельное видео совсем скоро выйдет, где я поделюсь большей информацией, деталями. И это был пятый музей. А сейчас мы перейдем к последнему музею. Он не совсем находится в Афинах. Он находится, скорее, за пределами Афин, в районе Афидне. Это станция просто Якош. Это железная дорога, которая идет до Халкейды, до Салоник. Станция называется Афидне. То есть это находится за Татой, на другой стороне Парнисы. Это музей ретро-велосипедов. Красивое место, такой ангар с деревянными балками. И запись туда, ну как запись, есть телефон, надо по телефону позвонить. В основном он открыт в субботу-воскресенье. И до определенного времени тоже, до двух, до трех часов, то есть ранее, первой половины дня. Его владельцы, этого брата, их отец эту коллекцию, собственно, и создал. И вот они поддерживают этот музей, как могут. Да, он бесплатный. Можно как-то поддержать при возможности. Но, в принципе, он так неплохо себе существует. Там очень часто бывают интересные ивенты, какие-то там ретро-кары тоже. Конечно, бесплатных музеев в Афинах больше. Но эти бесплатные музеи это именно те, в которых я сама была. И я их рекомендую. И я с вами поделилась какими-то интересными деталями, особенностями. Поэтому, если вам это видео понравилось и вы хотели бы больше видеть таких видео, поставьте лайк, подписывайтесь, пишите мне комментарии. Мне будет очень интересно. И мы скоро с вами опять увидимся. Снова увидимся. До скорой встречи. Всем пока.